Примерно пять лет назад избирательный штаб кандидатов президента Хиллари Клинтон заплатил британскому шпиону Кристоферу Стилу за документ, известный теперь как досье Стила. Несмотря на лживость этого досье, оно по-настоящему связало руки администрации Трампа практически на все четыре года. В этом документе утверждалось, например, что русские хакеры работают в российском консульстве в Майами, при том, что в Майами даже нет российского консульства. Были и другие ложные утверждения, в частности о том, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн совершал тайные поездки в Прагу. Если бы Коэн бывал в Праге, он бы, наверное, сказал об этом, ведь он превратился в ярого врага Трампа, но он заявил под присягой, что не бывал. Самое известное утверждение в досье о том, что у русских была шокирующая видеозапись, которую они использовали, чтобы шантажировать Дональда Трампа. Знаменитое видео с золотым дождем. Все это было ложью, однако в новом документальном фильме Кристофер Стил заявляет, что ни от чего из этого не отрекается. И сегодня вы по-прежнему верите, что это видео существует? Думаю, что это вероятно, но у меня нет стопроцентной уверенности. Если это видео действительно существует, как вы объясните то, что оно не было опубликовано? Его не потребовалось опубликовать? Почему нет? Думаю, потому что русские полагали, что Дональд Трамп был им очень выгоден как президент Соединенных Штатов. Как вы считаете, было что-то, в чем вы просто ошиблись? Мое интервью Мазер Джонс. Это была ошибка? Думаю, да. Но ни видео с золотым дождем, ни Майкл Коэн в Праге, ни Картер Пейдж. Ничто из этого, по моему мнению, не было опровергнуто. Кстати, это полностью сломало жизнь Картеру Пейджу. Видео с золотым дождем? Никто его не видел, но оно наверняка существует, потому что Трамп так подлизывался к России, против которой его администрация, кстати, раз восемь вводила санкции. Все это бред. Однако СМИ, похоже, намерены реабилитировать Кристофера Стилла. Почему? Вот один ключик к разгадке. Далее, в интервью Стилл предупредил, что Трамп будет угрозой для национальной безопасности, если станет баллотироваться снова. Сейчас Трамп, возможно, готовится баллотироваться снова в 2024-м. Как вы думаете, если он будет баллотироваться снова, будет ли он угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов и Соединенного Королевства? Да, есть такая вероятность. Угроза нашей национальной безопасности. Мы живем в стране, где истеблишмент от национальной безопасности искренне верит, или во всяком случае утверждает, что верит в то, что Россия — величайшая угроза, с которой мы имеем дело. Всякий, кто так полагает, по определению угроза нашей настоящей национальной безопасности, потому что это абсурд, и это отвлекает от угрозы, надвигающейся с востока, очевидно же. Но вопрос в том, почему человек вроде Стила, клоун и даже не гражданин США имеет возможность так глубоко влиять на нашу политическую систему. Каш Паттель прошел через это. Он бывший советник по национальной безопасности Комитета Белого дома по разведке. Дэвин Нунес — второй человек в Комитете Палаты представителей по разведке. Он был председателем, когда палату контролировали республиканцы. Эти двое потратили годы, работая с досье. Сегодня они оба с нами. Первый вопрос вам, Каш. Вы много знаете о подробностях этого досье, и, насколько я могу судить, вы считаете, что Кристоферу Стилу впору унижено просить прощения у мира? С извинений можно начать. Послушайте, у Дэвина Нунеса оказалось достаточно сил, чтобы возглавить работу, в ходе которой вскрылась ложность утверждений в досье. Еще большее надувательство было в том, что жулики вроде Лизы Пейдж и Питера Стржока совместно с Кристофером Стилом вели фейковое расследование против Трампа на протяжении 14 месяцев. Они обращались в суд ФИСа не один раз, а четыре. И теперь этот парень, устроивший мировой пожар, хочет, чтобы это мы перед ним извинились за введение в заблуждение миллионов американцев. По-моему, это верх лицемерия. Именно за это люди так ненавидят ФБР, в том числе за его величайшего информатора за последние 20 лет, Кристофера Стилла. Это точно. Конгрессмен Нунес, эта фейковая история про Россию, в частности, помешала прошлой администрации провести чистку несменяемой бюрократии. Не из-за этого ли так называемое разведывательное сообщество имен Юст? Как только к власти пришел Байден, все эти люди оказались на своих местах в полном составе, чтобы забрать гражданские свободы у избирателей Трампа. Я бы добавил, Такер, что большинство людей, связанных с досье и так называемым видео с золотым дождем, при администрации Байдена получили повышение, всех их воскресили, всех этих людей Обамы. Далее, не будем забывать, что в действительности сам Стилл ранее работал на русских. И что он делал? Он вмешивался в наши выборы, которые, как он утверждает в этом документальном фильме, он якобы пытался защитить. Якобы он патриот. Это просто комично. Редактор субтитров А.Семкин